В Венесуэской столице покушались на жизнь президента Николаса Мадуру. По данным властей, возле трибуны, где он выступал, взорвался беспилотник. Кто за этим стоит, выясняли наши корреспонденты. Президент Венесуэлы Николас Мадура выступал перед публикой на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной Боливарианской гвардии в Каракасе. Внезапно над трибуной прогремел взрыв. Атаку совершили с помощью беспилотников, начиненных взрывчаткой. Потом стало известно, что снайперы сбили несколько из них еще до достижения цели. К Мадуро бросились охранники, закрывая его пуленепробиваемыми щитами. Люди разбежались. Президент не пострадал. Проделанная работа уже разрешает нам сделать вывод, что это было покушение на гаранта Конституции Республики Венесуэла Николаса Мадура. Сейчас все спокойно. Атака оказалась неэффективной. И официальные лица продолжают свою работу. Сам Николас Мадура считает, что за покушением стоит президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и его сообщники в Венесуэле. Это была попытка меня убить. Все указывает на крайне правых в Венесуэле, которые сотрудничают с правами из Колумбии. Колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос стоит за этим покушением. У меня нет сомнений. Нам стало понятно, существуют те, кто финансировал это покушение. Они живут в США, во Флориде. В Колумбии и США эти обвинения назвали абсурдными. Ответственность за атаку взяло на себя ранее неизвестное национальное движение фланелевых солдат. Сообщения об этом они опубликовали в Твиттере. Но есть и другие версии. Агентство Associated Press сообщает, что никаких дронов вовсе не было. А возле Мадура взорвался баллон с газом. Пока ни одной версии покушения официально не обнародовали.